Продолжение следует... В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте! Согласно исследованию социста, только 43% украинцев согласны затянуть пояса ради проведения реформ. Остальные 57% категорически отказали жертвовать своим правом на социальную защиту в угоду внешним обязательствам правительства. Новую социальную политику к обмену по сокращению социальных гарантий ощутят на себя наиболее незащищенные категории одесситов. К такому выводу во время круглого стола пришли эксперты в сфере социальной политики. Последствия может вызвать весьма печальные для самой власти прежде всего. Что я имею в виду? Мы видим, что протестные настроения начинают увеличиваться в стране в связи с вышеупомянутыми событиями. Протестные населения, безусловно, начнут перерастать и уже начали перерастать в массовые протестные акции. По мнению доктора экономических наук Николая Шутова, Украина оказалась в такой же сложной экономической ситуации, как и в свое время Греция. Тогда работа Международного валютного фонда была признана ошибочной и коммерческие банки простили долги Греции. Наша страна, по мнению эксперта, имеет такое же моральное право ставить перед МВФ вопрос о прощении своих долгов и решении проблем с их оплатой. Нужно было либо реструктуризировать, либо простить долги Греции, что в итоге и получилось. Потому что уникальная помощь в 100 с лишним миллиардов евро пошла на Грецию. Плюс все коммерческие банки простили долги Греции. Социальная сфера, как и бюджет, это с точки зрения решения экономических проблем, это инвестиции в экономику. Мы это должны понимать, что если мы рубим пенсии, рубим стипендии, рубим заработные платы, мы рубим потребительский спрос на рынке. За счет чего будет развиваться экономика и синищее население. Также Николай Ашутов отметил, сейчас есть потребность в новой политической силе, которая сможет предусмотреть очень мощную социальную защиту населения. А если говорить конкретно, это отнюдь не оппозиционный блок, не оппозиционная партия. Потому что мы знаем, что это такое. Это волк в овечьей шкуре и не более туго. Это партия левого спектра. И прежде всего партия левого центра. То есть где-то социал-демократические основы, которые бы предусматривали очень мощную социальную защиту населения. Но тем не менее рыночные методы хозяйствования. События, подобные вчерашнему взрыву в бизнес-центре Адмиральске, неприемлемы. Такое мнение высказали представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Подробности у Александра Полуева. В Одессе работают больше 20 наблюдателей ОТБСЕ. Поэтому организация будет заниматься изучением взрыва офиса волонтерской организации, произошедшего вчера ночью. Такие события неприемлемы, считают ОБСЕ. Наши наблюдатели будут собирать информацию об этом инциденте. Будут общаться с представителями власти, других сторон, которые могут сообщить что-то об этом инциденте. И мы обязательно опубликуем информацию об этом в нашем отчете. По поводу второй части вопроса, мы не хотели бы спекулировать, есть ли какая-то связь между этими инцидентами и событиями на Востоке. Говоря о событиях на Востоке Украины, глава мониторинговой миссии ОБСЕ Артугру Лапакан отметил, что организация планирует увеличить количество своих наблюдателей. На данный момент у нас около 360 наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Это наблюдатели из 41 страны. Наша цель – достичь цифры в 500 наблюдателей к концу января. Также с нами будут работать 400 коллег из Украины. И к середине января 350 наблюдателей, это практически две трети нашей команды, будут размещены в Луганске и Донецке. Группа действующих волонтеров следит за соблюдением минских договоренностей. К слову, вскоре должен состояться новый раунд переговоров. Я знаю, что минские переговоры должны состояться. К сожалению, это не в моей компетенции. Определять дату этих переговоров. Разговоры об этом идут, планы есть, процесс продвигается. По словам участников мониторинговой миссии, они собирают и публикуют отчеты по событиям не только на Донбассе, но и в других регионах Украины, где возникают угрозы безопасности. Александр Полуев, Алексей Барановский, 7 канал. Вечером 10 декабря в центре Одессы группа неизвестных жестоко избила активиста Евромайдана. Как сообщил на своей странице в Фейсбуке лидер общественной организации Рада Громадько и Беспеки Марк Гордиенко, на активиста напали, когда он вышел гулять с собакой. Пострадавший доставлен в реанимацию. В свою очередь, ночной инцидент правоохранителей квалифицировали по статье 122 Уголовного кодекса как умышленное телесное повреждение средней тяжести. Таинственные органы самоуправления. Во времена технического прогресса в Одесской области все еще остались местные советы, у которых нет своего веб-сайта. А те, у которых есть свои ресурсы, грешат тем, что они не так хорошо работают. Зачастую там доступ к гражданам информации организован неудобно. Часто найти то, что нужно, невозможно. Сайты – это самое главное. Потому что основная философия закона о доступе к публичной информации – это не то, что мы можем быстрее и по большему числу вопросов подать запросы. Основная философия закона о доступе к публичной информации – это то, что орган власти должен добровольно обнародовать все, что у него есть в наличии, всю информацию, чтобы его меньше дергали. Комитет изучил не только сайты местных советов, но и попробовал проверить, насколько хорошо органы местного самоуправления отвечают на запросы. Чиновников просили предоставить декларации. В некоторых случаях доходило до смешного. Коминтерновский поселковый совет предоставил информацию в нечитабельном виде. Нам прислали просто фотографии размытого качества, перечни информации, либо декларации. Я даже не смогла разобрать, что вообще там изображено. Это просто какие-то были некачественные фотографии. Мне бы очень хотелось, чтобы, может быть, областные власти обратили внимание на то, что Коминтерново очень плохо с оргтехникой. В будущем Киев пообещала сделать еще одно исследование. В следующий раз изучат и сайт Одесского горсовета, который сейчас, судя по всему, пока проходит стадию модернизации. Укрзалезный ТЯ отменяет поезд «Красный лиман» Одесса. Состав прекратит курсировать из Донецкого региона с 14 декабря и из Одессы с 15. Как заявили сегодня в ведомстве, решение принято из-за уменьшения пассажиропотока. Поезд из 10 вагонов заполнялся в среднем на 67%, а до конечной станции следовали в среднем только 42 пассажира. В этом направлении продолжат курсировать состав Одесса-Константиновка. В Одессе представили украинский перевод автобиографии Нельсона Манделлы. «Длительный путь к свободе». Именно так называется книга. Совсем скоро появится на книжных полках почти всех городов Украины. По словам организаторов презентации, книга о самом великом правителе ЮАР – непростая автобиография. Это наглядный пример того, как страна во время упадка нашла свой верный путь. Я напомню, Нельсон Манделла, восьмой президент ЮАР, ушел из жизни 5 декабря 2013-го. Он стал одним из наиболее узнаваемых символов движения за права человека в 20 веке. На этом пока все. Будьте патриотами. Больше информации в следующем выпуске.